у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против я слушаю говори дорогой игнать технич а вот у нас сегодня в тазарстане с понедельника уже вводят так называемые qr коды вводят нет уже везде во всех там торговых центрах введены то есть ты не можешь войти если ты не покажешь этот qr код это такой как бы рисунок как в котором ну видать какое-то цифровое идентификация какая-то забита и они поэтому узнают ты прошел процедуру то вот эту который сегодня модная или не прошел вот завтра с понедельника начинается что в общественном транспорте в любом вообще не можешь ездить тоже без этого кода например у моя жена она уже на работу не попадает ей 2 часа 10 минут пешком идти до работы а я у меня вахта я тоже не попадаю мне идти 4 часа 50 минут то есть я уже на вахте не тоже запрещено ездить вахта тоже запрещено ну мы на маш как бы люди будут вынуждены на машине и мы видим как по всему миру ну в частности в россии на уровне глав губернаторов там прям очень жесткие такие ну вплоть до то есть принуждение прям такие слова возникают такие многие люди вот которые репортеры журналисты они прям говорят так что это горит поголовье баран баранье поголовье который надо насильно просто насильно его вот это процедура с ним эту провести и видим как по всему миру буквально смысле вот на тех кто ее не принял эту процедуру силы эти усиливаются но как будто они ничего не понимают и вслепую просто давит и давит мы знаем что в истории человечества человечество впадало в разные грехи то есть был коммунизм допустим если взять по советскому союзу по по россии до коммунизм то есть бы большая часть людей буквально напросто верующих людей гнала их убивала да именно другие по многим другим вопросам тоже как бы давление сильно оказывала и у каждой страны примерно это было но сейчас мы видим что по всему миру одно и то же то есть одна и та же как бы давление на одних и тех же людей и вот такой вопрос все-таки нельзя же сказать что хотя вот те кто управляли там мэры те кто там президенты они хотят зла своему народу также сказать ну как может чего ради-то они зла будут хотят но они хотят они заботятся можно ну а заботиться о здоровье они хотят как раз таки они видят что люди умирают они как бы и какие инструменты у них есть они эти инструменты используют они других инструментов то не знает кроме как вот это но все можете как бы вот эту ситуацию всю описать к чему это все идет как надо вести нам себя верующим чтобы не попасть под эту которая видимо впереди идет этот топор который будет рубить очень жестко ну и в то же время не не поддаться на вот этот стихии мира то есть в эти в не влиться в эти стихии мира вы я знаю в советское время жили советское время вы не поддались на вот то что было в советское время там вы не не участвовали ни пар билет ничего у вас не было не в пионеры не вступали не комсомольцы хотя ну а чё такого тебе какой-то ты вступишь тебе какой-то галстучек вроде ничего такого же нету как бы как бы плохого но для вас это вы никогда в это не вступали и мне сегодня тоже самое говорят говорят а что такого-то всего лишь ну болезнь есть существует как бы против него против ну как бы лекарства что такого-то всего лишь себя ввел и все получил код там и все что такого-то что плохого в этом вот у меня такой вопрос как ну то есть чем это обосновано что мы это не принимаем на чем это основная наша как бы на чем надо опирать на том что это вредно или на том что это по библии написано или в шо какое основное наше направление в котором из-за чего мы стоим вот на этой позиции которой мы сейчас стоим как веру что прошлое воскресенье я на эту тему проповедь говорил я-то буду уже по знакомой дорожке идти матфея 24 глава евангелие от матфея евангелие от луки 21 глава там определенное говорится христос сказал будут глады море землетрясения и дальше услышите о войнах военных слухах не бойтесь ибо всему надлежит быть я беру за основу этому надлежит быть если этому надлежит быть все бесполезно написано пал пал вавилон великая блудница если ему пасть а что такое вавилон когда писал евангелист иоанн вавилона не было а о чем же он писал все святые отцы первых четырех веков как андрей кесарий капотокийский архиепископ говорили речь шла о риме о риме рим рим ну ладно так они понимали но сказать не сказали а почему в риме был нерон и говорить нельзя было а вот они враги они желают том чтобы он пал они укрепляют и вот тут понятно завуалерной форме говорится вавилон это блудница много народов но надо помнить одна есть заковыка которую нельзя упустить у бога все это трижды две мировых войны было обязательно будет третья обязательно три не просто перезагрузка как сегодня любят говорить а полная отмена константинополь стал называться новый рим и когда он пал под ударами мусульман москва буквально к вечеру захватила это мы третий рим и в москве сейчас есть большое уже довольно общество третий рим так и называется своя газета у них идет третий рим только не добавляет дворе мопали а тогда епифания славинецкий говорил мы третий рим а четвертому небыти и вот теперь тут как-то стали люди когда я уж тоже мог бы их назвать то они много знают и все и говорят вашингтон другие говорят лондон будет ну то есть что знают я говорю там написано какие признаки на семи холмах на семи горах дальше то-то и то-то вот как она вести себя будет какая чаша что написано тайна где тайна самая большая была где секретарь секрет и тайна это одно и секретарь нигде больше этого не было генеральный секретарь и теперь и найдена кровь святых это не капли крови найдено море крови где на семи холмах только есть москва аман и вашингтон три города в мире от которым там и смотреть нечего вашингтон еще да но там написано и купцы посыплю пеплом голову об этом городе от нее все обогатились от вашингтона никто не обогатился америка только грабит а тут все миллиарды долги прощают и все годы везде ну то есть сходится и кровь святых будто в кладбище сколько там расстреляно священников хоть как-то веди себя ночью класс вырезается дворяне или офицеры уничтожаются вот когда захватывали там перекоп шли вниз туда и с батькой то махну договорились и он решил им помочь и они когда отлив был туда прошли как только победили белое ушли они сразу пир а уже дали арестовать всех уже пир пирует вместе целуется но все полностью за советской власти никогда эта власть не прощает ничего ночью арестовали всех расстреляли а тысячи людей сумели уйти но это еще и все мы то даже историю знать неплохо потому что кто не знает историю ему обязательно будет на пути стоять знак повторишь то же самое и вот теперь мы смотрим вот они так говорят а в библии сказано библия определенно щетка говорит я останавливаюсь нас на слове война мор землетрясение вот сегодня тут они выставили шесть шесть пунктов библии которые исполнились буквально в наши дни ну там видно что не православный говорит так по мелочи остальное правильно все я его пошлю может видели уже нет ну он так небольшое просто бета цитата из библии показано как это исполняется что означает солнце луна кровь я-то знаю кто это говорит когда они говорят церкви то есть не православная это определенно но в пределах допустимости мы можем многое взять оттуда и вот здесь у меня были разные люди писатели приезжали я и православные и особенно любят чтобы не тронули где они находятся другими словами заменим я говорю скажите вы на вокзале когда-нибудь были ну конечно был а вы видели как когда объявляется посадкой какой народ идет если город большой там каких только людей нету и все разные так согласны согласны теперь остановка а вы знаете что в мире много преступлений ну конечно это ужасно как много ужасно как раскрывается то не все некоторые так наполнены жиром кости так уходят туда тоже знаете а теперь вы верите что над всем миром будет один правитель три с половиной года 42 месяца библия говорит 13 глава апокалипсиса ну да а как это в один день раз и все подчинились а нет к этому подходит дальше считаем там 6 глава и говорится и третья часть людей погибло третья сколько на земле сегодня не хватает 50 миллионов будет 8 концу говорится того года уже восемь будет миллиардов третья часть сколько будет по порядку то считайте вот на два с половиной на два шестьсот определенно положено уже печать они даже уйти из земли это нам библия говорит и вот все события которые будут они именно к этому не то что кто-то там нас любит заботиться нет я не ничего не хочу опровергать только я что вижу сегодня выставляю все списки которые делают все как положено морги забиты и поэтому главная задача во всем мире уже чтобы в общем мире сразу были землетрясения во всем мире случилось затмение так не бывает никогда не было этого сказали чума там холера там испанка там тип там здесь все и притом все соглашаются что от чего люди болеют умирают это не природная змея приползла а ее 75 лет выращивали кормили все это сегодня открыто говорят везде где откуда кто я не для этого говорю а для того чтобы мы увидели люди многие умирает от страха от безысходности как дальше кормить вот здесь недалеко совсем он дальнобойщик здоровый крепкий мужик а там хилом и делать еще как на море но ему тоже сказали он зашел такой из себя обиден я не знаю там 35 что ли лет у меня трое детей какая нам разница уходи с работы никак и он тогда сделал что говорят через три дня умер с постели не встал и сегодня показывает врачи играют в футбольное поле сразу пал и мертвый где что это такое а это написано мор и вот этот мор если он от бога а как давиду в первой книге старств предложил гад пришел три казни избери семь лет там будет там бег голод там бегать будешь сколько или три дня моровая язва будет вот от лучших руки божьей впасть и мы видим там 50 сколько 70 тысяч как рукой спихнула кто это сделал обследовать анализы брать крови может что угодно говорит тогда ничего не было он только заплакал что же я сделал согрешил я народ то причем здесь то что сейчас в мире делается да разве мы такого достигли простое дело бог отнимают управители разум например старались переженить одна была сваха у нее были дочери как-то 5 что ли дочерей кажется и она выдала их всех за императоров ее звали свахой всего мира или там тещей всего мира и вот одну из них из дочерей взял николай второй любящая жена любящий отец а так как они с другим где-то знаются и теперь она немка но она наполовину там англичанка теперь никогда войны не будет у нас не с англией не это потому что кого воевать то когда действия потомки идут здесь так рассуждали в римской империи всегда это было бы между государствами брали заложников женились на их старевных там и тогда войны не было и те были послушны им здесь та же самая история но не получилось когда там застрелили мы знаем это четырнадцатый год и царь объявил здесь теперь чтобы на сборы военные то то ему там вильгельм то и написал не надо этого делать дорогой мой не надо мы обязаны теперь тоже делать на военный призыв призывать людей всех ретиристов вытащить этот император этот кайзер император они очень похожи даже на фотографию показывает как одно лицо ну родственная кровь и что погибли тот и другой две империи рухнулись две империи и тому и здесь этому и все царское семейство вымели подчистую и вместо вот этих двух которые не вырезали и какие слои общества приходит ленин сталин гитлер там вот и все вы хотели лучше хотели как военным путем столкнули вас лбами газы стали и при этом употреблять и проще горчичный газ сколько людей погубили все получилось как кто-то хотел а кто-то все время подталкивал к этому так и сегодня избежать той напасти или любимой болезни везде поминаемой никому не удастся это абсолютно почему бог предсказал я называю так режиссура уже у бога известно и он ее сообщил что будет и теперь она идет оттуда вот поставь руку а сверху свет и куда у тебя будет шире рука тем ближе тем она больше все и наконец тень совпадет полностью с рукой и вот сегодня события так и есть чтобы управлять теми кто выходит с вокзала а это во всем мире надо всех подвести к одному а зачем это люди какие сегодня откройщие от рулетку везде срамотадная молодежь не верит ни во что если я был среди тех кто это понимает я был бы среди них навести порядок не только в своем доме квартале на улице в городе стране во всем мире и поэтому они собираются уже не один год и решают и выносят решение я не осуждаю нет я просто знаю я этой теме отдал 14 лет занимался м1 м5 у меня было мне сказали кто арестованы следующий вас отребует только интервью будете братью антихриста уже вплотную все объяснено и то что сейчас идет для меня ничего тайного нету но полностью чтобы я вот это что замечено что интересно самое интересное никто не замещает стоит задача такое чтобы сделать что-то с тобою где 80 процентов цифра 80 процентов как раз то на что посягаются но их не исполнится исполнится только воля божия а воля божия уже определила 2 3 сейчас человечество третье живущих на земле я верующих христианин православный я строго держусь оттуда отходит я ничего не осуждаю но я за всю жизнь никогда не льнул к этим их предсказаниям но как тогда быть не знаю я как вы будете делать для меня решенный вопрос существует конституция суды сегодня все сметают это главное вот эта задача и как можно скорее что поставленное потому что дальше как пишет лев толстой в начале войны и мира русский мужик берется за дубину и тогда только клоща будут лететь возьми вон николаевича ушеску думал ли он тетиш там какой-то у него был один но он кальвинист и как епископ был с одного места на другое перевести еще нету люди встали на защиту призвали полицию а за него восстал воинские сейчас и в два дня революции взяли расстреляли они этого боятся и поэтому если будет здесь смутно чтобы другая страна могла вмешаться это не поможет повторяю нельзя потому что режиссура прости господи за это слово а уже намечен план божий план божий это будет обязательно придет правитель по всем мире все какой город какой никто не может надо я говорю иерусалим и сядет в храме как бог выдавая себя за бога считая послание писалики сам второе вторая глава 4 стих но все там описано господь я пришел во имя отца моего и меня не приняли иной придет иной с большой буквы во имя свое его примите вот об этом есть три слова у владимира сергеевича соловьева русского идеалиста философа что это будет три слова об антихристе три слова я говорю этой теме я посвятил 14 лет исследовал всю литературу дореволюционную советскую и зарубежную я в америке даже этим позанимался поэтому ну добавить к тому что я сказал ничего нельзя потому что я ссылаюсь на то что написано а какие а какие события еще перед этим должны произойти сто процентов без которых никак нельзя вот сейчас какие события в первую очередь границы исчезает денежная система исчезает дальше исчезают границы и все вместе изберут его но он теперь явится как благодетель мира и он сразу явится и обольстит так вы хотите же да как жить то там делают никуда не поешь я все снимаю и все о нем возголдят это все делается для его воцарение люди то не понимают или прищелкнуть тебя где-то с это сказал я все сделаю как надо только признайте меня за бога сядет как в храме как бог выдавая себя за бога ну а как поверить огонь с неба сойди и посмотрите полчаса сгорели призрачно так мертвецы кладбище все стали мертвые это только бог может делать это все будут снимать и показывать сколько лет они боролись с какими-то там протоколами все это исполнится буквально почему царь николай считал уже когда в застенках был все сходится он слепой был и царя это лучший царь был по тому что никому не мстил а как царь он никакой был разве петр первый иван грозный допустил бы это ему советовали две тысячи февралистов этих казнить и 200 лет слова революции забудут но не пошел на этой лучи я зайду на голгофу и он сделал правильно теперь он канонизирован со всей семьей и вот здесь чтобы не делалось и идет строго по намеченному я об этом говорил я об этом писал и когда была перестройка а я там где играют у нас детском лагере большой для раздевалка самая большая на выходе там была просто яма и костер там делали тут же прям в лагере костерок и приезжал один к соседней деревне и гонин валерий григорьевич главная зоотехника потом стал директором а потом зоотехником всего мамонтовского района в алтайском крае ну и мы беседовали сидели и он приезжал не один а потом говорит от прошлый раз кто был здесь но я вам сказал что племянник приехал ну да так это не племянник было грех то это из алтайского кгб это приезжал подполковник там или кто и они хотели на меня посмотреть а потом ко мне откуда только не приезжали я не знаю то может и министры были какую власть сейчас делать какую а так как я в армии изучил все политические системы мира я мог играть как на пианино я говорю определенно никогда учитывать на же менталитет русского человека к чему он склонен вот я говорю взял бы в новой зеландии и со шведским половина половина ну только что я бы сказал что можно взять нет но больше всего во всех законах на государственных более всего похоже у того и другого но не целиком а взять только нужное нам меня никто не послушался а потом говорили почему не послушались я выступал в разных учреждениях но меня бог заранее предупреждал какая будет обстановка и что будет завтра я уже могу сколько раз рассказывал об этом решили меня избрать депутатом а я знать не знаю я встал и жене говорю сон нехороший какой-то был что-то там на потолке и я должен туда лезть и вот как есть я легенда там какой-то там этот манкурт срывает вырывается туда а я глянул у меня кровати матраса нету я упаду я потихоньку слез я говорю не пойдет меня возвышать не надо в это время журналисты мне говорят игнат ихнович мы уже все там за вас и чтобы вы были депутатом от нашего района я говорю нет я предупрежден голая койка на нее я упаду разобьюсь и отошли у меня неоднократно так было событие которое должно быть вот когда насчитывали архипелаг гулаг и о масонстве и мученики двадцатого века мне нужен был человек я воображал какой голос у него будет и еще везде нигде нету и дальше история церкви последних веков вот это никак но я выжжу я редкосты такие вижу чтобы рассказывать и жене говорю знаешь к нам даже сегодня два человека подойти но один останется под скалой а мы где-то под скалой а другой уйдет кто такой я уже был там у артиста по театрам ездил слушал голоса никак не подходит никто и в это время в день двое заходят один из них яковлев геннадий михайлович которому называемость называвший себя кришнаитом руслан там отрезал голову из обошел вокруг престола и бросил на престол тура город тура и сельский край там сочувствие патриарх алексей 2 выражали все он остался и его голосом это было насчитано и она на моем сайте сейчас осталось там указано что считает вот я так воображал может неправильно но именно так я представлял эти материалы должен человек с таким голосом не с моим что интересно вот я не только себя не возвышала голос писклявый такой да куда я годин а получилось наоборот все-таки 50 томов я озвучил насчитал попутно то сказать а кое-что мне помогли вот тут был один царство ему небесное он стал священником а был офицером кгб у нас все говорит по-военному то но он стал там считать дал ему пятый том златоуста 12 томов я когда насчитывал ну и получилась кажется одна пленка и когда она уже пошла все отовсюду звонки пошли уберите это пересчитайте заново она не слушается вот как здесь у нас она бывает кто-то заходит он тарабарит нет молитвенного духа ты послушай как рахиль как она за гидулина это считает ну валентина там хапелина вот сейчас очень хорошо считает я знаю какие братья тут каримов михаил замечательная вы когда считаете никогда не надо торопиться утром то мы считаем здесь одним я уже не выложу и вот здесь также я видел и пришлось все пересчитывать вот господь кладет сюда чтобы я прислушался а у меня артисты приходили на дом я по другим городе был ездил там не знал где мастера художественного чтения и у меня один был овчинников эдуард дмитриевич и вот он есть сохранилась его когда он считает дочь и фая без слез не будешь слушать это на моем сайте есть сколько человек слушала все плакали он говорит и рыдает дочь что я буду говорит рыдает он мастерство потом отдельный театр наорганизовал у нас было здесь в общине приходил вот а вот вы когда начитывали вот эти м1 м5 архипелагулак вы знали на что шли для вас было неожиданностью это то что у вас взяли после вы же ну я представлю я считаю что вы знали на что шли ну как сказать я знаю что умру на сегодня и готовлюсь то есть я готов к бы считаю ну а сам считаю сейчас я пойду воробьев кормить то подумал еще куда-то пойти позвонить но если я умру мне это надо будет или нет не надо я скорее не должен вставать господи прости 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 господи помилуй а я живу так что я покаялся рожденный свыше от бога я доверяюсь богу приходит время на исповеди я говорю только общее состояние человека ведение и неведение а что говорить которые там на меня имеют что-то они незаконно имеют тем более не по отношению меня вот за кого-то вроде бы его мать я там оскорбил но мать с меня спросит если вспомни что на тебя имеет брат что-то я против брата а не потому что я сказал нехорошее то что вы не проповедуете слово божие а это целое общество и теперь меня будете гнобить а я теперь у кого прощения то буду просить то когда сказал вот такое брат дело тут надо осторожно да я знал просто так не пройдет закрыты были окна матрасы висели слышимости не было я знал и ищут эту книгу архипелаг гулаг я еще предисловие написал но я уже взялся за гуш не говори что не дюш я 19 столетий прочитал 12 книг жития святых димитра ростовского по настольной книге которые патриархия выпускала тогда последние годы второй третий том жития святых кратко и оказалось 174 жития нету это более поздняя канонизация была я их насчитал но где двадцатый то век и вдруг материал у меня появляется как бы его не насчитал когда 19 веков уже насчитано я считаю как там ленин был какие были законы и как тянулась это все да так знал определенно четко но в какой момент возьмут когда что именно им не понравится когда я буду говорить что это действительно так ну вот теперь я реабилитирован что незаконно репрессирован и в одном месте я говорил будет время и сейчас она уже есть когда человека неугодного они будут гоняться за ним и да догоняя его будет делать укол шприцом сзади и он умрет на суде оттуда вы это берете что вы говорите а сегодня даже в фильме это показывает особые фильмы стармат там смотрим они меня там занимаются и ничего тут такого нету а вы знали да я знал знал что это будет ну вот апокалипсис брат и сестра стихотворение а впереди предваряет гриб а вы знали что это именно не знал а как на руках написала я я не задумаюсь когда пишу я не выдумываю меня спрашивают вот у вас на потек 36 строчек это девять и четыре 36 четырехстрочных 9 куплетов и напротив каждой строчки место из библии никто во вселенной никогда не писал так с этим никогда ни один писатель ни в одной стране но вы как заранее знали что это из библии а потом под эти места нашли или вы ну когда написали тогда стали смотреть подходит не подходит я говорю не могу ответить на вопрос моя рука написала это моя рука написала как твой отец говорит сергей николаевич моя рука написала такого-то мне вот стихотворения какие которые выставляют там находят и много я смотрю на них как первый раз вижу я понимаю это насколько выше моего уровня я же не имею ни гуманитарного ни религиозного образования и поэтому рассуждать вот об этих вопросах я рассуждаю как по теме которая очень и очень хорошо мне известно да кому то не понравится что я говорю ну и что что не понравится будет так а не как ты думаешь и я не не имею права говорить то что тебе нравится льстит лучше сказать горькую правду языки или 318 если промолчал бог говорит я взыщу кровь его с твоей головы но если ты его обличал он не послушал кровь его на его голове а ты спас свою душу для меня это как закон я писал тогда письма генеральным секретарям в оон везде меня вызывали это вы сами писали но мне ничего не сделали до времени сажали меня возили проверяли опять возвращали домой и наконец уже дело дошло до суда до суда опять же господь вмешался я пришел раньше срока реабилитирован со всеми льготами нужно сказать что вот любовь николаевна фатеева она врач хороший терапевтом с красными дипломами и дочь с красным дипломом университет закончила и она меня водила за руку везде по всем учреждениям чтобы мне пенсию повысили у меня минимальная пенсия не не как инвалиду не как больному не как престарелому а как репрессированному у них наверное за год не было там ковисти которые сидят определяют она водила водила меня и мне добавили пенсию 620 рублей я ботинок больше бы истер если бы не были такие толщины подковы шестьсот двадцать рублей даже тысячи ну полтысячи считай ну хоть за мусор хватило бы за электричество все это не хватит за землю квартиру там снимает хотя у меня частный дом понимаешь я живу как говорят птичка божия с ветки на ветку перелетел и пошел мне совершенно заботы нету а тебя сегодня возьмут и тебя что-то сделать ты умрешь господи а каждую этого момента я желаю разрешиться и быть со христом что несравненно лучше но для вас полезно чтобы я с вами побыл еще считал такое конечно вот и все когда я занимался этим в это время советская власть была за ширмой масонство такая ну как небольшая книжка была документальная вся советская власть официально там показано какая-то одна же это молодежь это такое касса было государственно это все было и мы покупали масса и мы все раздавали это журнал был огонек его никто не запрещал а там массовый самый большой журнал как совершенно секретно юлиан семенов писал где-то и там это пропечатано и написано было а у огонька виталий коротич был главный редактор виталий коротич статья там появляется называется основатель израиля гитлер тире понятно и все доказывается он убирал только там полукровок и прочее а журнал огонек и у меня все сказано огонек какой год какая страница причем тут я главный редактор еврей ему ли не знать это дело и он не оправдался зачем вот такую статью провокационно напечатал а тогда никто не выдумал потому что там все было открыто договоренность была вот и все поэтому у меня есть материалы которые я был были за и против тогда было еще против сионизма даже ролики ставили фильмы даже ставили а потом там вон как бы отменили потом не известно и то и это мне в кгб даже неоднократно говорили игнатих значит вам бы только в наших органах работать я люблю порядок стройность вот так как в военной дисциплине но я христианин и что интересно мне ни вреда не сделал за всю жизнь ни один милиционер и ни один кгб посадили меня я нужен там я там проповедовал как они меня берегли какой-то знак был когда разбивали меня сразу удаляли удаляли в сторону дорогой было смотрят я прошу еще конвой там лютует сразу стыряются и делают как я уже говорил не раз это чудо это чудо мне нет никаких передачек лишних нету но меня берегли они их органы и поэтому на пасху на торжество мы перезваниваемся и когда против меня тут был дворкин александр леонидович в местной метрополии тогда была просто архипископия это вот епархия и там кто-то вопрос задал ему а он начал колесить там лжеправославие там лжепроповедник и тут же встал говорит майор какая-то фамилия его такая на первую букву вроде бы алфавитом а он говорит нет а мы к лапкину относимся по-другому он за пазухой никогда кирпич не носит вот и все я вам сразу сел ну они собрание сделал для силовых структур милиция кгб там все слушали а мне передали там люди были которые ко мне расположены вот и все заступники да игнат тихонович а вот ну понятно будет единый мировой правитель будет но перед этим должны упраздниться национальные государства они же видно патриотов которые никогда они любят россию русь им нужен православный император других странах там американцы патриоты там франду много-много их их надо этих людей ведь будет убрать перед этим или они должны погибнуть где-то или еще что-то которые не хотят объединения очень много же таких почему владимир сергей столовьев и говорит 90 кажется 8 что ли процентов священство за антихриста проголосует и святые отцы об этом говорят они сумеют сделать так мусульманство его примет сразу все же там есть обрезание и вы как хотите пожалуйста пожалуйста у нас пророк пожалуйста пожалуйста только признайте вот это за бога а свои будут работать свои там работает и тоже под это гонят все сумели вот это сейчас это операция которая показывает все там легче будет сделано сейчас сейчас они договорились повторяю 75 лет готовились об этом написано за 5 марта на житие конана и саврянина вот откуда все я взял я тогда понимал что вслед за этим будет вот это вот у меня такое ощущение есть что вот сейчас кто очень яро выступает против этого всего выходят там и начинают ну ну прям активно сильно мне такое ощущение как будто они все приговорены а выступает как-то урозом к россии для русских владимир владимирович путин выступает и говорит это могут сказать только люди ненормальные или придурки какие то тогда выходит нам нельзя жить в германии нельзя жить в испании как это к россии для русских а куда вы денете казань да там в один день в казани замкнут вот так вот и перерубит россию пополам может быть так но сегодня мы бога благодарим кто у вас там дольше всех правитель то был митимер шаймиев а он сейчас живой еще он живой да и активной деятельностью он вот этот посодействовал чтобы построить большой собор вот который сейчас построили да благословить его господь бог откроет ему истину во христе иисусе спасители нашим а я всегда следил за этим и вас если там будут гнать потеряем открыто мы готовы вас принять и пока вы строитесь я могу вам там у меня есть домики уже приобретенные для вас да вы пока чисто каждый день живешь сегодня каждый день в молитве просто только надеешься на бога ни на чем не держится все вот в алтай в алтай в алтай государственная дума тут когда своя тут у них видимо так ну уже все опубликовали запретить продавать мясо с собственных дворов поэтому которые привезли скорее буду утра продать ну то есть я посмотрел что же они делают это еще раз значит со своих дворов нельзя которые большие фермы видимо можно может так подумать а другое мясо нельзя никакого нельзя или только свинью еще ничего не известно о которых есть свои там где-то точки продажи они будут сбывать все равно люди любят мясо так что вот закон яровой то вышел Ирина то сколько там разговору было там прямо я просчитал мы на другой день уже 18 свидетельств выдали регистрации в краевом отделе юстиции что они у нас на занятиях были батюшка проверил расписались и нас никого не трогают то есть не надо так а сказали там против ну конечно если дурнину какую-то гонят как вот этот там один есть такой у них драчун в государственной думе и кто если не подчиняется сегодняшним каким-то всех арестовывать вроде к стенке ну по пьянке мало ли еще не скажешь это пьяный сидит лежит вот так и скатерть тянет и посуда валится а жена стоит такая ваше ваше ты же обещал да мало ли что по прянке не сбрешишь вот я гляжу на правитель да мало чего вы говорили конституции как будто бы нету и суды не принимают по закону поданное сметельство ну и что пока иди в деревню не трогают а там будут трогать ну там видно будет на сегодня так господь не сказал что нельзя убежать в другой город деревню гонят в одном городе беги в другой что там сцепились в город то что интересно у меня много этих роликов стоит ролики то такие там златоуста считай да они ценные проходит неделя восемь человек посмотрели ну за за год 100 не ездят златоуста кажется не было ни разу и вдруг сегодня один выходит я думаю дай-ка я проверю что тут с этого проверить то а там хорошо жить в деревне завтрак 1 миллион 515 тысяч посмотрели просмотров из ссылок этих комментариев 400 с чем то я их все переписал сейчас я их там кое-что если матерьки уберу я вам скину уже я закончил и вы получите в обработанном виде да еще Игнат Тихонович такой вопрос вот я вообще первый раз услышал когда вот на занятиях стал к вам ходить уже сюда вот этот стих ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь второе фессалоникийцам 2-7 я всегда думал всегда что это речь о Духе Святом и только лишь но я прочитал толкование в некоторые и говорят что это римское право я когда услышал думаю как можно додуматься что это речь о римском праве и вообще о праве вот этом общем но потому что все конституции на этом праве основаны она будет отмененная вот и все но это ты делай Дух Святой это то и другое оно вместе показывает и законы и Дух Святой побудил дать защита счастья человека и прочее я судился очень много очень в общей сложности может 15 лет и все процессы выиграны то есть вот эти права вот эти которые сейчас это все таки от Бога защита ну как бы чтобы равноправие было да ну это вообще это святые это святые отцы говорили да об этом да это определенно это четко и так понятно это нас ну смотрите я побыл я вернулся ну как враг советской власти меня освободили меня реабилитировали и как то ну а если закона то нет вот это беда когда железные дороги зарастут травой вот тогда будут банды гулять как перед тем как первого царя вот Михаила Педоровича воцарили там что было то выйти нельзя было и тогда своя армия была собрались и тогда все эти банды переломили перестреляли и все это да ну ну полностью Игнать Иванович еще такой вопрос по откровению сейчас откровение анархия мать порядка кто то говорил как махно так сейчас я скажу так так откровение да откровение у Ивана Богослова восемнадцатая глава и купцы земные восплачут и возрыдают о ней потому что товаров их уже никто не покупает то есть это речь о Вавилоне что когда великий город Вавилон сгорит купцы восплачут и возрыдают то есть они там сбывали товар а теперь там нельзя сбывать товар понятно дело да но вопрос в другом и дальше написано товаров золотых серебряных камней драгоценных и жемчугу и висона и шелка то есть не будут уже продавать корицы фимиамы эмиры ладана вина и плодов угодных для души твоей не стало у тебя и дальше дальше а и написано вот и муки и пшеницы и скота и овец и коней колесниц и тел и душ человеческих получается там торговали душами человеческими да вот это как это я не могу понять как это торговали душами человек богат отдай душу в ад поговорка говорит да все соглашаются и поэтому убедить никак нельзя человека он обрек себя полная свобода делай не делай угождай не угождай везде выбор сделай выбор господь говорит предложил тебе жизнь и смерть я предложил тебе благословение и проклятие свет и тьму избери и добавляет зачем вам умирать это сегодня говорится вот и все то есть это продажи человека своей души ради каких-то земных благ я так понимаю конечно я считаю которые пытаются предохраниться от этого с человеческими средствами их не отпевать они самоубийцы не важно не важно какое что было сто лет назад двести одинаково они надеются на человеческую мудрость посредством человеческих изысканий и каких-то пилюлек они могут умнее стать да нет этого не было и не будет никогда надо надеяться на Бога и только покаяние может нас приблизить Богу и смерти не надо бояться я вот у Солженицына когда прочитал пришагнул порог тюрьмы скажи я пришел умереть и все сдохла собака они мне чем могут пугать когда все остальное ниже смерти и они это знали моим делом когда я был арестован занимались двенадцать кандидатов наук и когда выходили там ну не сразу все сразу были какой у вас твердый стержень а я про себя думаю попался ты бы мне там беседовать я бы тебя наклал до дома не дотащил а тут я старался со сто двенадцатой не съехать на семидесятую статью она в два раза больше срок давала не в два раза в три раза даже вот и все ну спасибо христос агнатихнович за разговор слава иисусу для меня разговор это все прошел я этим занимался я был ведущим вот была такая организация в москве память и там Василий Дмитрий Дмитриевич его Дим Димыч звали ну он выступал переодевался как артист и там все они боролись против одного народа то другое ну я когда пришел к ним туда мы с его там людьми разговаривали а он отсутствовал в это время он идет и быстро вошел Лапкин да как вы попали сюда мы все эти годы вас слушали мне всегда казалось что это голос с неба говорит и там где они были в горах ходили мы всегда слушали тогда это можно было то что я говорил по этой тематике меня ни один человек даже не пытается опровергнуть потому что я только документами оперирую и показываю и все это связываю во свете Библии 14 лет задумайся таки об этом я 14 лет занимался этим делом не только этим но новый новый материал вот возьмите кислов православие если вы уже знаете эту книгу я 40 лет по крупистам собирал материал поэтому мои книги они не имеют аналога вообще в мировой литературе вы видели мы по ним как бы занятия ведем не занятия а ролики снимаем подряд сидим и каждую тему прям разбираем я еще комментарии добавляю еще что то а там можно ну допустим вот я сильно людей раздражаю тем что говорю я еще не родился когда говорят а почему никто канон Андрея Критского не возвел на две ступени благодарственную потому что я не родился почему никто не давал комментарии это 297 только на быложенов эпилакта потому что я не родился ну действительно все это мне бог оставил я этим и занялся вы просто так так когда-то задумайтесь об этом почему никто не додумался ну вот то сделать то что я делаю я задумался напротив стихотворения каждой строчки поставить место из библии ой да как красиво выглядит мне пишут ну почему ни один поэт мира не догадался а ведь речь идет не о двух а пятьсот полтыщи поэтов за триста лет и ни один ни одной буквы не поставил напротив строчки я подтверждаю что в стихотворении которое я называю проповедь в стихах все правильно доказательства а тут пришел когда Иван Грибанов который это из вописов то и он решил проверить я говорю перелистался все у вас верно взято он то библию любит меня по библии проверяют ну сколько время требуется тридцать шесть раз надо библию открыть и эту строчку мозолить считать не раз что проникнуть что именно то там написано ну вот сегодня то что происходит в мире у меня такая мысль уже неоднократно возникает что мы должны молиться о том чтобы мы не обозлились на тех кто это делает именно так я всегда молюсь за всех их каждый день мы даже про тех которые изобрели вот Мартин Купер мобильный телефон Тим Бернесли интернет каждый день молимся за них каждый день за Джозефа американского за Дагана турецкого мы все это молимся кто изобрел кто нас подвигнул за Катасонова Валентин вот Мария там Шукшина выступила мы ее сразу включили в молитву она не побоялась сказать президенту в глаза все это дай бог ей здоровья да ну мы это так и должны делать вот почему когда арестовывали или брали уже христиан то как Анфиме Комедийский они последнюю просьбу выражали позвольте нам помолиться о вас минуты две хотя бы чтобы мучить или бог простил не вменил этот грех я мученик навсегда буду блистать на небе а они где будут прости их господи это иных трогало они обращались вот когда наказание вели Георгия Победоносца сколько там 70 человек все обратились указание тогда было дано как казнить только начальствующих рядовых не трогать христиан вот Кама Гридеши если он победит быка Нерон говорит я ему дам пусть живет пусть плодятся христиане а когда сказали ты их гонишь это когда Петрогий говорит что люди скажут когда будут родиться а я их тех уничтожу никто не будет знать что они были это очень здорово главное Нерон то он же очень молодой был то есть безмозглый он вообще не понимал ну как бы не понимал что делал мол слишком я вот сейчас понимаю что такое молодость чем больше старше становишься я понимаю что еще два года назад я ничего не знал еще 23 года три года назад я ничего не знал легкомысленный очень был и и чем больше узнаешь чем больше понимаешь что ничего не знаешь и думаешь, как я какие-то выводы мог до этого делать, если я не знал. То есть просто на одном, получается, на одной гордости, на одной напыщенности, больше ни на чем. У тебя какие-то друзья были отпалят. Ты нашу встречу считаешь благословенной от Бога? Я эту встречу считаю началом моей жизни. Я точно так же вас искал все время, чтобы не когда-то сделать. У меня четыре считаются с вами программиста, обслуживают меня. По-любому вопросы, везде нам Бог дал единство. Я считаю, эта наша встреча была от Бога. Для меня это начало жизни новой было. Полностью на 100%. Другая совершенно жизнь. Другая жизнь, другое все. Я себя того не признаю. Того не признаю себя. И не считаю, как для меня, как падение, если я тогда того себя буду знать. А чтобы ты это понял, сколько тебе потребовалось время после первой нашей встречи? На осознание несколько месяцев меня пошло. То есть я с этими мыслями, ну как бы мне идет, я понимаю, я их принимать. Несколько месяцев я принимал как бы эти мысли. А осознал уже прям более осознанно. Я сейчас уже смотрю со стороны, я понимаю. Тогда для меня это как даром, он просто у меня как вагон с неба свалился. И я просто сразу его весь принял. Но я же еще не проверял, я его как бы не обдумывал. Я просто принял верой, на веру все принял. А сейчас я понимаю еще умом это. Тогда я умом это еще не понимал. Просто на веру вот как принял, и все. И все оказалось правильно. Ошибки не было. У меня это произошло за полчаса, когда я склонился первый раз. И Евангелие только из Библии прочитал. Евангелие от Матфея до 5-6 главы. Все сразу. Я встал с молитвы, который склонялся и который встал с молитвы. Это абсолютно другой человек. Мне мгновенно было дало рождение и крещение Духом Святым. У меня как огонь заполыхал внутри в костях моих. Вот как Бог делает. У каждого по-разному. Но истина открывается тогда так, как ты никогда и не думал. Видите, у вас было как? У вас было, что вы шли, шли, шли. У меня было, что я до дна дошел. Ну, как я считаю. До дна. И до дна вы, как добрый самарянин, пришли и прям буквально меня вытащили, положили на посла своего и пришли и в гостиницу сдали. И дали 2 динария. И еще что сверх этого наложили. У меня именно так было. То есть у меня было в чистом виде, что я как бы лежал разбойник, как разграбленный разбойниками и с пути из Иерусалима шел. Шел, при том в этот. Ну, а кто имел на вас влияние до этого? Священники какие-то там. Они это все уже о вас узнали. Но они не позавидовали? Ну, нет, ни с кем. Вот из священников у меня ни с кем отношения не ухудшились. Ну, как-то их раскидало по разным местам. Был у меня до этого тот, через которого я уверовал в первый раз во Христа, во Святую Троицу. Вот этот человек у меня был, я ему очень благодарен. Он единственный раз, он просто, я уверовал, когда он сказал, что я верую в Святую Троицу. Я это только услышал, и я понял, что он сказал что-то невероятное, сильнее всего, чего я думаю и верю. Я когда это услышал. Я его посчитал за духовного отца себе. Взял, ну, как бы. И он мне помогал, и все, все, что можно, ну, как бы, подсказывал. И вот после того, после того, вот, когда я уже встретился с вами, с ним мы разошлись. Разошлись, ну, как бы сказать, немирно. Не то, что мы не поругались, ничего, но я ему сказал такие слова. Я ему сказал, отойди от меня, сатана. Я ему сказал, потому что был у меня вопрос по бороде на работе. Я, у меня вы есть, и есть старые это. Я ему говорю, вот такая-то ситуация, что мне делать? Он мне говорит, сбривай. Я вам говорю, что делать? Вы говорите, не трогай. И мне сердце подсказало, я ему говорю, не ему я сказал-то, я сказал, как бы, цитату просто привел. Не то, что я ему сказал это. Но я ему говорю, отойди от меня, сатана, ибо ты ищешь не то, что боже, что человеческий. И он меня закрывает в черный список, и больше мы с ним ни разу не виделись, и ничего. Я просто молюсь о нем, а он обо мне. Я о нем, хорош, что так и осталось отношение с ним. Ну, как бы, я знаю, что мы встретимся на страшном, ну, мы встретимся потом, после смерти. Да. Я очень благодарен ему, тоже так же остался. Но, он не канон и ничего, вот это, я ему говорил, ну, это важно, он говорит, не важно. Не важно. Слон верующий тоже был, конечно, верующий. Ходи, посмотри иконы. Внимательно скажи, посмотри. Посчитай, вот я симфония на житие отдал, сколько там говорится, что делали с бородами. Как они, какие были. И через это определяли люди, что они верующие, казнили даже за это. Даже, вазять, вожди материализма, а Фридрих Энн, Скармар, с Лениным, все с бородами. Скажешь, давно ли это стало, чтобы под гомосику столистов подделываться? Да. Ну, я вот это и понимаю сейчас, что мне вот этого не хватало, во-первых, строгости. Я тут всегда искал истину, вот этих строгостей, вот этого всего, то, что меня удерживало от падений. Это же барьеры, борода, барьер, от блуда. Все это барьеры. Обложили этот, Господь обложил правилами. Брата Георгия был Юрий Пахмутов. Связи нету? У него интернета там нету. Он редко выходит на связь. Редко. Ему уже писали, я через сестру писал, ну, как бы, чтобы он выходил и на общение. Но он говорит, я только когда в город выезжаю, там у меня интернет есть. А до этого я, говорит, в город приезжаю, накачаю все, все, что, говорит, занятия вы, все лекции, я накачаю себе. И когда домой в деревню приезжаю, все это слушаю целый месяц. Вот пускай он выходит на дядю Володю моего. Я скидал вам 21 Володи, который в моей жизни. Прочитал? Прочитал. Интересно? Да. Ну, ему скажите, скажи, ты в прошлый год был с Володей здесь? Нынче приезжай, вместе побудете. Тем более, там нужно будет сейчас эти пруды специально, ну, не толсто такие, отпиливать и заострять, и чтобы деревья наросли, корнями скрепили дамбу. Ему, Володя, там одному не поправиться. Чтобы кто может, приехали. И поэтому, как у тебя будет на работе? Что будет? Ты, брат, только держи за это. Господь к тебе уже располагал, начальник, а когда посягали, то на бороду, то еще на что-то. Главное, не давай повода, ищущим повода. Ни одного опоздания, ни пропуска на работе. Четко выполняй все, что не противоречит Святой Библии, и совести в нас. А, еще вот вы спросили, сколько, как у меня, долго ли это происходило? Я еще могу сказать, что я этот вопрос, я его сейчас исследую. Вот, сколько у меня это происходило по времени? Несколько месяцев? Или был какой-то переломный момент? Потому что переломный момент был, но мне надо его вспомнить. Потому что у меня был переломный момент тогда, когда я разочаровался в... то есть я увидел, как клевещут священники. Первое, в чем был это у меня вопрос. Я раньше думал, что священники все, они как святые. Ну, как бы не могут. А когда я увидел, что они клевещут, и у меня как разочарование произошло. И в этот момент именно Господь, я с вами встречаюсь. Вот в этот момент. И вы говорите конкретно, вот то, что у меня было на сердце, вы это говорите. Как он именно в этот момент, вот если бы мы с вами встретились год на год до этого, то я бы, наверное, не только бы вас не принял, а просто ополчился бы даже на вас. Наверное, я так думаю. Потому что во мне школа Георгия Максимова. Я на его трудах вырос. То есть вот то, что из этого... Я как бы был волчатником вот этим, который есть волчатник, который... Я сейчас понимаю, что это волчатник. Я был в этой шкуре. Я знаю, что это такое. Это действительно волчатник. Так и есть. Ничего нету. Он мне что-то полезное дал, но я бы вас не воспринял год, будь год заранее до этого, если бы меня Бог не довел до определенных кондиций. То есть я в грехах дошел до дна. Здесь я разочаровался, то, что они клевещут. И тут вы подошли, и мне это все показали, объяснили как бы по Святой Библии. Вот в чем вопрос. То есть все вошло в тютельку, в тютельку. Ничего лишнего не было. Это не просто так. Тут дело такое еще. Когда Серафим Саровский говорит, когда Дух Святой покидал меня, смысл такой, то я ошибался. Меня спрашивают, а у вас было такое? У меня не было. Вот я когда первый день, когда мне Господь открылся, 27 сентября 1962 года в 17.00. И как будто бы у меня кто-то, если память в мозгах, взял вот так вот и положил то. И я стал говорить, не считая святых отцов. Они как будто сами в меня вошли. И потом, только годами, я когда насчитывал, я видел, мне это все знакомо. Откуда я не могу ответить? Это очень интересный случай. И еще у меня интересное было, когда просит человек памяти, даже просят пророка на ум, а раз ум дается, то он вроде даст. Но это люди верят в это. Но я слишком много знал того, что не нужно знать. И мне нужно было освободить память. Я когда помолился, я встал, у меня ничего нет. Я всегда называю живая молитва живого человека к живому Богу. Люди в это не верят. Я сразу вспоминаю Григория Низского, брата Василия Великого, когда он писал там «Житие сестры Макрины» своей. Люди не верят. Говорят, верят только в то, что сами могут сделать. Они только это верят. Ну что, просишь у Бога памяти? Согласны. А что я прошу отнять это из памяти? В это не верят. Даже странно. Я знал много анекдотов. Душой общества было. Для меня это стихия была. И сразу все ушло, как никогда не было. Но никогда не было такое, чтобы кому-то сделать, а просто веселая компания. И вот одним махом все вырезало. И как будто никогда не было. Я встал. Я другой. С молитвы встал. Я не знал. Там даже свидетельства не было. Во мне огонь заполыхал сразу. Вот это по крещению Духом Святым. Вот я почему это узнал? Это погрузиться в него. И тогда на лоцманский катерок, который довозит на корабли стоящие на рейде, привозит. А борт, который, он внизу щели, если вода туда захлестил, чтобы сразу выйти, называется фальшборт. И первый матрос, который стоит, там лестницу держит. Я ему и говорю, живем неправильно. Христос умер за нас. Это первый человек, которому я сказал. А мог не сказать? Не мог. Я удерживать хотел, как Еремия говорит, но внутри меня в костях моих как огонь горел. Вот это я могу сказать, а больше никак. Это Бог делает. Я это тоже ощутил. Вот когда вы говорили, вот со мной вот эти первые два месяца встречи, когда я встретился, вот мы с вами свередились, вот у меня это так же все было. Все это Бог старое снес. У меня сразу решимость такая, которая преодолевает любые стены. Я сразу иду благовествовать. Я до этого даже подумать об этом не мог. как? Чтобы вы мне подумали как о сектанте, я не мог подумать. Ой, подумать как... У меня Бог все это снял, я даже не думал об этом. Я понимал, что люди погибают. Я это все... Бабушка, я уже говорю, есть видео даже, сохранилось. Дедуля сидит, я ему подхожу, говорю, скоро страшный суд. Скоро вам, вам говорю, скоро умирать. Вам. Скоро умирать. Он так смотрит. Я говорю, вы встанете на страшный суд. Об этом только беспокойтесь. И мне сразу все мои друзья бывшие или там и верующие говорят, как ты так говоришь? Это же ты напугал человека. А я видел, что это ему и надо. Все. Это у нас Игорь Третьяков в доме инвалидов. Говорит, а вы здесь слушаете, разговариваете. Вот сейчас загорится, вы же на карачках все поползете вниз, туда как черви. Я говорю, Игорь, они вовнут и тебя пробуют. Не доползут, да порой уже. С второго этажа. То есть еще я не мог как-то сформировать, но тот дух, он прям горит и горит и горит и горит и никуда его не деть. Ну ладно, все, хорошо мы насытились. Больше часа. Больше часа. А так мы даже больше, в час сорок будет, наверное, где-то. Да, с Богом. Благодарю, брат. С Богом. Собирайся к нам в гости. Порыбачим здесь. Да, с Богом. Теперь уже, наверное, не на...